Сегодняшняя гость программы Правда 24 в соцсетях позиционирована как прима-балерина и общественный деятель. То, что это прима, ни у кого сомнений нет. Что такое общественный деятель, нам расскажет сама Анастасия Волочкова. Приветствую вас. Привет. Прошу. Анастасия, расскажите мне вот про общественную деятельность. Что такое общество и какую там деятельность Волочкова развивает в этом обществе? На самом деле слово общество, оно какое-то такое всеобъемлющее. Мне кажется, это просто люди. Моя деятельность, моя жизнь, мое служение, скажем так, искусство, которому я посвятила всю свою жизнь, оно как раз направлено на созидание, на то, чтобы в большей степени, по большей части уже в сегодняшние дни привлекать детей к миру творчества, к миру искусства. Дело в том, что я сейчас очень, так скажем, живу проектом Анастасия Волочкова «Детям России». Это благотворительные концерты, благотворительность которых не в передаче каких-то средств или аккумулировании этих средств, а в том, что организовываются концерты, в которых я привлекаю для участия талантливых детей. Не обязательно талантливых, они все талантливы, просто детей, это детские, юношеские коллективы в самых разных уголках нашей России, где бы я ни танцевала. И на концерт безвозмездно совершенно приглашаются аудитории, то есть люди, которые посвящают свое время детям, но которые, может быть, сами никогда не могли бы себе позволить билет на концерт, а еще и дорогих артистов. Поэтому в зале присутствуют всегда учителя, врачи, воспитатели детских садиков, детских домов, это многодетные семьи, дети, инвалиды. Ну вот такую, скажем, аудиторию мы ищем. Я могу сказать с уверенностью, что вообще эти проекты, они дают очень много детям. Это даже, может быть, большая, скажем так, миссия, нежели я открыла бы по всей России сеть танцевальных школ. Потому что я могу в каждом уголочке создать такой проект, и за один вечер собрать вместе, ну, скажем, до полутора тысяч детей. Ну, не то чтобы детей, а людей. Это люди, которые участвуют в концерте, и бывают детишек по 120 человек. И я такая счастливая, когда сидим на сцене. Поэтому мне кажется, что вот эта общественная деятельность, она очень благородна. И более благородна, чем я была бы членом, не знаю, какой-нибудь структуры или организации. У нас общественная деятельность нашего проекта заключается единственным в том, что мы находим хозяев приютским котам и кошкам. Ух, какой. Какая прелесть. Или какая. Это какая? Какой? Арамис. Арамис? Да. Арамис. Вот такой вот у нас вот Арамис. Такой хороший хочет вообще. Если будет себя хорошо вести, он сразу пытается убежать. Не любит, кстати, пярится. Он очень похож на моего кота Жоржика. У меня, правда, такой белый-серый. А дочь будет балериной? Нет, Ариша не будет балериной. Она пыталась заниматься в моем детском творческом центре. Я его, в общем-то, открыла три года назад первый раз, и он проработал всего лишь год. Я как раз его организовывала для того, чтобы Арише было где заниматься, и чтобы я точно знала, что там самые лучшие педагоги и все самые-самые профессиональные. Но Ариша позанималась полгодика, сказала, мама, ты что, это не мое. Я ей даже купила пуанты в Америке, в той же фирме, которая шьет пуанты, и в которых танцую я. А почему американские пуанты, они чем-то лучше наших? Я думаю, что все, что касается балета, у нас лучше, нет? Это какое-то спасение. У нас самое лучшее в плане балета – это школа балетная, хорошие педагоги. Ну уж я не знаю, как сейчас. Такие пачки нет? Конечно, нет. Пуанты наши – это пуанты, которыми мы все стирали ноги и пальцы в кровь. Я помню свое обучение в балетной школе в Санкт-Петербурге, это был просто ужас. А американские пуанты – это пуанты фирмы Гейнер Минден, то есть они разработали такую технологию, когда вместо ткани и клея кладется… И клея? Да, на самом деле все думают, что какая-то пробка в пуантиках. Это не так. Это просто большое количество мешковины, проклеено настолько сильно, ну как по пьемоше, что ли, если это объяснить так, русским языком и понятием. И вот она создает такую жесткость. А американцы придумали пластмассу. То есть такие пуанты, которые, по идее, можно стирать в стиральной машине. Серьезно, это спасение вообще нереальное. И все танцуют на пуантах на американских? Ну, не все, конечно. Не все, но в основном сейчас все переходят уже на американские. И у Ариши тоже они были. Нет, Арианна будет певица, она хочет быть артисткой. Она уже участвует в различных показах мод, в концертах. Ну, я пою так, в принципе, для себя. И без права претензий на певицу. Просто это новая краска моего творчества. А у Ариши действительно очень хороший голос. Она 5 лет уже солистка в детском музыкальном театре «Домисолька». Участвует в моих благотворительных концертах и в разных остальных других. Участвует в фотосессиях, занимается бальными танцами, английским языком, частные уроки. Ну, английский-то я знаю, что у вас безупречный, что вы все переговоры ведете сами. Я веду сама, конечно. Почему, конечно? Ну, а что разве это сегодня в наши дни редкость? По-разному бывает. Ну, я жила в Лондоне полтора года. Ну, на самом деле, мне в плане языка очень хорошую базу дала английская школа, в которой я училась, когда мне было 8 лет. Просто так получилось, что с 9 лет я училась уже в Вагановском училище в Санкт-Петербурге, в балетном. И там преподавали французский язык, потому что все эти «Гран-Батман», «Дюрон-де-Жан-Партер» – все это на французском. Ну, а потом последние три курса почему-то решили директора школы, что надо вернуть английский. И мне очень помогла эта база. Ну, и потом, конечно, гастроли, жизнь в Лондоне – это все. А дочь где учится? Она учится в гимназии «Надежда», которая находится на Алтуфимской шоссе. Как ей в гимназии, как, допустим, ее товарищи, подруги, соученики реагируют на всякие скандальные ситуации, в которые ее мама попадает без конца? Ну, вы знаете, сейчас пока, слава богу, никак никто не реагирует. Меня очень любят ее одноклассники. У Ариши потрясающий класс. У них шесть мальчиков, вернее, пять мальчиков, и она одна шестая – это девочка. Представляете, она окруженнат. Неплохо она устроилась, да. У нее есть любимый мальчик, кстати, в этом классе, его зовут Сергей. Они дружат вместе все время, и тоже Сережа к нам приезжает в гости, Ариша к нему. Вообще очень хорошие ребята, и я дружу вообще со всеми школьниками, которые там… А с каким мальчиком вы дружите сейчас? Я сейчас… Если у дочери есть мальчик, то почему мама? Я вообще очень дружелюбный человек. Я могу сказать, что у меня действительно есть друзья… Ну, знаете, за счет дружелюбности есть люди из шоу-бизнеса, которые не согласятся. Я думаю, что Валерия совсем пригодна, которых вы назвали политическими проститутками, вряд ли. Не, вы, слава богу, кстати, с ними выяснили момент. Я действительно тогда не разобралась и попросила прощения за то, что я так эмоционально отреагировала. А вы знаете, это еще хуже, потому что, ну, смотрите, ну, здесь вот, мне кажется, если уже как-то что-то вот произошло, совершилась какая-то ошибка, там, надо вот этой линии придерживаться. Вот вас бы кто-нибудь оскорбил бы, потом бы извинился бы, потом… Вот как бы вы пореагировали? Вы отходчивый человек? Вы знаете, я вообще очень отходчивый человек, на самом деле я не держу обид в своем сердце, но, как вы говорите, надо всегда придерживаться линии. Не то, что линии, но мы же все люди, и мне кажется, каждому человеку свойственно ошибаться. Я человек, ну, во-первых, я женщина, да, я очень эмоциональное создание, правда. И очень иронимое с одной стороны, с другой эмоциональное, зачастую так чрезмерно эмоции свои выплескиваю. Но мне кажется, вы знаете, протянуть руку мира или сказать «извините» или сказать «прости» – это тоже своего рода сила. И я считаю, что если, например, понимаешь, что поступил не так, то лучше об этом сказать или признаться, чем таить обиды. Ведь зачастую мы обижаем тех людей, которые нам не сделали плохого. И это, кстати, то, что произошло у меня вот с Валерией, с Иосифом Пригожиным. Мы никогда не враждовали, но все было в порядке. Даже я помню, как они приходили ко мне на концерт с букетом цветов, мне было очень трогательно. Я приходила на презентации дисков в Валерии, то все было нормально. Ну, как бы я на самом деле не прямо в лицо высказала какую-то неприятную фразу, но в целом о ситуации. Знаете, я вам скажу, что если вот набрать в поисковике в виде хостинга практически любом, но вот на YouTube набрать Анастасии Волочкова интервью, то первой ссылкой как раз вот это ваша беседа с Асачей, где вы достаточно жестко прикладываете своих коллег. Честно говоря, ну, во-первых, на самом деле неоднозначная была очень ситуация тогда, она вообще начиналась между Украиной и Россией. И я вообще за мир и дружбу, я за то, чтобы все дружили, за то, чтобы артисты, во всяком случае, чтобы они не были, ну, чтобы ими не манипулировали политики, чтобы артисты были как раз объединяющие... Ну, вами же сманипулировал журналист. Вы знаете, к сожалению, да, к сожалению, не просто сманипулировали, это была такая своего рода, я бы сказала, даже, может быть, постава, но во всяком случае меня спровоцировали, потому что на самом деле действительно у меня было это интервью, даже это интервью не назвать, это был комментарий взят в рамках вообще моего творческого проекта. У меня была презентация клипа, это был мой творческий вечер. Я вообще не собиралась тогда обсуждать ни политику, ни Крым, не давать какие-то свои комментарии, суждения. Если честно, я на тот момент вообще не разобралась в ситуации, вообще не знала, что и не только я. А сейчас разобрались? Как многие, сейчас я разобралась. И тогда, поэтому, когда меня вот Катя спросила, там, задала мне какие-то вопросы, я ей ответила. То есть мне даже не дали мысль развернуть. Я частично развернула в том, что для меня Крым останется Украиной в ассоциациях. Но она же не пустила дальше продолжение моей фразы, что теперь он станет частью России. Для меня люди там не изменятся, я буду по-прежнему воспринимать их как зрителей только Крыма российского. Понимаете? Но, естественно, эти фразы убрали и смонтировано было так, как им надо. Понимаете, даже, да, и я скажу, что мне просто, во-первых, неверная была дана информация совершенно о том, что якобы там жители Крыма против и что они все так негодуют. На самом деле все по-другому. Люди сами хотели, чтобы они стали частью России. Просто когда я могу говорить со знанием дела, я говорю со знанием дела. А тогда, вы знаете, я даже не думала, что этот ролик вот так раз, и он везде заполонит все. То есть я хочу сказать, что вот даже что бы я ни сказала, ну сказала я, что будет для меня этот Крым ассоциироваться с Украиной. Но подождите, я же не хочу из-за этого становиться врагом народа. Я же не сказала, что я против присоединения или за. Я не делала никаких заявлений. Я просто сказала, что в душе, да, будет оставаться, потому что мое детство прошло в Крыму. Где именно? Где именно? В Керчь мы ездили, в Ялту, постоянно отдыхали там, в Севастополь. Если сказать на самом деле, вот моя позиция жизненная. Я русский человек, я родилась в России, я очень дорожу своей страной. Я представляла Россию на лучших мировых сценах, на лучших. Как я могу быть против того, что здесь сегодня там происходит? Да, вы всех удивили. Вы всех удивили, потому что в общем-то было неожиданно. Я считаю, что смотрите, мы выбирали... Так понимаете, в чем проблема? В том, что мои слова были интерпретированы совершенно не так, и был передан смысл не тот, который был вложен в слова. Поэтому я могу сказать, что мы же все выбирали наше правительство. Мы доверяем людям, которые принимают решения. Я не политик, я творческий человек. Если правительство не выбирали, там выбирали президента, это не все, но вы же даже лексически всегда делаете свой выбор. Допустим, вы же вряд ли, у вас очень хорошая, грамотная речь. Вы же не будете говорить в Урале или в Дальнем Востоке. Конечно не. Да, почему вы говорите в Украине? Это же не по-русски. Вы знаете, всегда говорили... Им так нравится, они считают нужным вот эту форму. Это же просто не по-русски. Вы же не говорите, что там работают в заводе. Ну, мы говорили на Украине. Мы так и говорим на Украине. Просто в стране. Ну, хорошо, просто смотрите, в Эстонии, правда же? Да. В Эстонии, во Франции и в Англии. Да, но на Кубане. На Кубане, да. На Урале. Ну, хорошо, если вам нравится, пусть будет на Украине. Нет, это же норма языка. Вам любой филолог объяснит, что есть по-русски, а есть не совсем по-русски. То есть, я к чему это говорю? Что мне кажется, что вы, общаясь с тем или иным собеседником, стараетесь угодить. Вот как-то подладиться. То есть, вы понимаете, что от вас ждут. И это неправильно. Знаете, я понимаю только одно, что, Евгений, я понимаю сейчас другое. Не то важно, сказала я в Украине или на Украине, а то, что ко мне привлечено настолько вот внимание, что получается, что я... А разве это плохо? Разве вы не делаете все для того, чтобы привлечь внимание? Я не делаю, я вам откровенно скажу. Я всю жизнь хотела быть яркой, я всю жизнь хотела быть известным человеком. Мне нравится, нравится, безусловно. Но я хочу сказать, что на меня зачастую возлагают такую ответственность, которую, в принципе, я готова нести на себе. Но я могу сказать, что даже по причине, не важно, в Украине или на Украине, я на Украине хорошо сказала там два слова. И из меня реально сделали человека, который вот, как, знаете, на знамени. Ну зачем? Я не думала, что такой огласки приобретет этот ролик, снятый в рамках моей презентации, вы понимаете? От моих слов, я хочу сказать, войны не начинались. И они от моих слов, к сожалению, не закончатся. Но мое дело светить для людей, дарить им свое творчество. Пока я могу танцевать и петь, я хочу это сделать. Для детей. И мне не важно, какой страны мои зрители. Я хочу танцевать для всех. У меня многое связывало с Украиной, там живут тоже хорошие люди. Крым, я скажу вам, для того, что я когда узнала, что вообще такой ажиотаж, я захотела поехать в Крым со своими благотворительными концертами. Я предложила руководству Крыма создать таких два благотворительных концерта. И руководители поддержали с таким прям энтузиазмом. Они видели, что в этом очень светлая идея. И что я соберу крымчан, детей, взрослых, родителей. Были собраны по пять творческих коллективов детских в каждом городе. И все было отлично. Я уже собиралась ехать. И даже руководители дали свою поддержку. И все поставили, что при поддержке правительства. Я была счастлива, потому что я хотела приехать в Крым. Это когда было? Когда планировалось? Это было буквально в конце того месяца. В конце ноября. Да, в конце ноября. И я хотела приехать, поговорить с прессой, объяснить, что люди, я не против, я за присоединение Крыма. Что он был российским, всегда стал наконец. Давайте дружить. Давайте я буду для ваших детей что-то делать. Соберемся вместе. Слова мои были тогда неправильно интерпретированы. Мне хотелось это сказать, приехав туда. И представляете, вот опять же, провокация того ролика была не в том, что его просто сделали, а в том, что быстренько раз, узнав, что у меня концерты такого вот характера благотворительного, запустили опять везде. И у людей, конечно, шок. Потому что люди подумали, блин, зачем сюда это Волочкову поедет? Типа все-то подумали, что я типа против, вы понимаете? И мне, конечно, дико обидно. Мне обидно прежде всего за то, что вот люди подумали, что я там против какого-то этого присоединения или что. На самом деле это не так. И мне хотелось не словом, а делом показать, что я с вами, я проектом и делами могу объединять ваших людей и детей, которые живут в вашем крае. Но видите, так получилось, что мне не дали этого сделать. И просто был создан такой информационный фон. Ну вы сейчас это делаете? Сейчас же вы... Ну сейчас слава вам, что у меня есть возможность сделать так, чтобы меня услышали, что я не против, я просто хочу совершать хорошие дела теперь уже там в российском Крыму и быть счастливой такой же, как и те люди. Я знаю, что люди этого хотели. Я разговаривала с людьми, которые там живут, у меня и там есть друзья, и слава богу, остались немало. И я только не понимаю, зачем все переводить во вражду. Я на самом деле хочу, чтобы за меня говорили не слова и громкость имени, а дела и поступки, которые я в жизни могу совершать. Вот за дела и поступки я... Ну ведь поступки вы достаточно часто совершаете экстравагантные. Да, вы знаете, такие проступки, которых от меня не ждут. Да, это правда. Теперь уже ждут, потому что вы просто себя позиционировали, как очень человек, артист, настроенный на то, чтобы эпатировать. Никто в ваших талантах не сомневается. Но все знают, что Волочкова, если она придет и скажет, не будет незамечена. Так что здесь же должна быть у вас и готовность к любой реакции, потому что нам не дано предугадать, чем наше слово зовется. Ну конечно, я просто знаю, что есть очень много людей, которые негативно ко мне относятся и настроены как-то в штыки. Но есть очень большое количество людей, которые меня очень любят. И, безусловно, в первую очередь это мои зрители. Это те, кто приходят на концерты, те, кого я могу пригласить. Это люди, которые знают меня из личного общения. И все говорят, да вы что в жизни, вы лучше, чем в телевизоре. Вы совсем не такая, как в СМИ, вы совсем другой человек. И мне кажется, что это лучше, потому что я хочу в жизни быть, а не казаться. Вот быть, а не слыть. И люди, которые узнают меня, и даже те, которые ранее были настроены, как это может быть негативно, они всегда меняют свое мнение. И мне это приятно, потому что человек познается только в личном общении, согласитесь. А с другой стороны, меня огорчительно за то, что те люди, которые меня не знают, но те, кто читают все эти ужасы и то, что пишут, иногда волосы становятся дыбом. И читают, не только они и картинки смотрят. И картинки смотрят, и гадости всякие читают, и комментарии такие нелицеприятные. Мне очень огорчительно за то, что не зная меня, люди уже складывают свое мнение, вот такое предвзятое. Но ничего, вы знаете, нельзя быть хорошим для всех. Мне очень важно мнение обо мне, моей дочери, моих близких, моих педагогов, мэтров, профессионалов, которыми я могу гордиться. То есть в среде вы ни с кем не испортили отношения ваши? Я среди балетных имею в виду. Нет, конечно. Я до сих пор поддерживаю отношения даже с девочками из кардебалета, с которыми мы делили одну гримерную комнату. Ну что ж, надеемся, что наша Арамиса окажется в другом мире, что она окажется в мире, где нет никакой конкуренции, и что он будет там единственным, я надеюсь, мы найдем ему хозяйство. Он так мирно сидел. Да, да, порадовал. Вот мы переходим к финальной части нашей беседы. Это называется «Игра в правду». Я вам коротко рассказал об этом проекте. Сейчас я объясню, как это выглядит. Значит, здесь фишки четырех цветов. Вы выбираете фишку. И соответственно... Мы еще и поиграем заодно во время тира. Леонид Рубольник сказал, в карте меня не обыграть, сказал он. Так что я играть вам не предлагаю, а предлагаю ответить на... Аккуратно, если кто-то упадет. Вот с ним накладка. Бывает не только в балете, но и у нас. Так, прошу вас, Настем, выбирайте. Они разноцветные? Да, они разноцветные, да, вы выбираете одну. Зелененькая, вдруг есть цвет моих глаз. Зелененькой точно нету, может быть голубенькой. Да, да, одну наугад, да. Белый, белый, это свободный вопрос. Это значит, на самом деле, я вам сам выберу. Да, хорошо. И знаете, я просто попрошу, вы совершенно не рассказали про свое шоу. Коротко скажите. Да, я вам коротко скажу про шоу. Дело в том, что это теперь очень современная программа. Она состоит из разных хореографических композиций, с моим шоу-балетом, с ребятами, которые танцуют в разном ключе, в акробатическом, просто в танцевальном, современном. В своей концертной программе я теперь не только танцую, но еще и пою и привлекаю детские, юношеские коллективы. Просто я 10 лет, даже немножко больше, искала такой формат, который будет сегодня интересен и доступен зрителю, но именно массовому. Тем, кто, может быть, не разбирается в балете «Лебединое озеро», а тем, кому будет интересно прийти и посмотреть на шоу. И мне кажется, я на правильном пути, потому что зрителями моего шоу являются совершенно зрители разного сегмента. Это дети, это люди старшего поколения, это молодежь. Ну, к сожалению, сегодня молодежь очень сложно привлечь на балет «Лебединое озеро», особенно если мы скажем о регионах. Ну, к сожалению. Да и, в общем-то, качество исполнения настоящих балетов в регионах оставляет желать лучшего, если вообще там есть театры. Не везде, ведь они присутствуют. Поэтому я считаю, что вот такого рода программами я интересная, я живая. Балет, он просаживается только у нас, или вообще это глобальная тенденция? Мне кажется, вы знаете, это глобальная тенденция, и мне кажется еще, что есть причина в нехватке педагогического состава и педагогических кадров. Дело в том, что я училась в Высшей школе экономики и прошла полный курс MBA. Как раз моей дипломной работой была тема создания сети творческих школ Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. И я сделала очень большое, провела исследование. И это колоссальнейшая проблема сегодня в регионах кадры. Профессиональные педагоги. Я хочу сказать, что мне очень повезло в жизни, потому что я могу гордиться тем багажом знаний, которые я получила от мэтра. Моими педагогами были Наталья Михаил-Дудинская, Константин Михаилович Сергеев, Инна Зубовская, Аскольд Макаров, Игорь Бельский, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертного, Надежда Павлова, Владимир Васильев, Юрий Григорович, Майя Плесецкая. И с кем вы не поссорились? Нет, это люди. Ну, к сожалению, некоторых уже нет в живых, но это... Главное, что вы с ними не поссорились. Вы понимаете, какой это был вообще уровень людей, которые дали мне знания? А сейчас вы понимаете, что педагогов найти хороших очень сложно, а многим, если люди смотрят сейчас на ситуацию, которая происходит в больших театрах, уже и не хочется и детей отдавать в школы. Давайте не будем о грустном. Давайте к следующему перейдем. У нас три будут пытки. Вы хотите, чтобы я все достала камушки? Нет, их там три осталось. Ну, вот там как раз кофточка подходит. Да, любую голубую карточку. Любую голубую карточку. Ну, давайте. Вопрос на подумать. Кого из родителей вы любите больше? Маму или папу? Ну, какой-то вопрос странный. Как можно... Не мой. Не мой. Почему? Очень по-разному бы бывает. Вы знаете, я ближе душой к маме, но сила духа, сила воли и все вот такие бойцовские качества по жизни именно, которые мне сейчас необходимы, которые меня спасали, они, конечно, от папы. И у меня папа инвалид, 7 лет уже, он ничего не говорит. У него был инсульт, и мы пытаемся и до сих пор его как-то вот вытащить, спасти. Вот. Но он сохранил все эмоции. Это удивительный человек. Я приезжала недавно. Поэтому к папе уже такое, знаете, трепетное отношение. Я вот так не знаю, чтобы он заговорил. Присоединяюсь к вашим пожеланиям поздравления всех. Вот так желтую. Там, там, там. Надо же, пришли на эфир, так еще и поигрались. Писали вы когда-нибудь на машинах надписи из серии «Помой меня»? Нет. А на ваши, на ваши, на ваши что-нибудь писали? Нет, даже если у меня очень грязная машина, на мои ничего никогда не писали. Нет, я в детстве писала стихи. Я уже, скажем, в будущем, в более зрелом возрасте написала книгу «История русской балерины», которая требует своего продолжения, потому что она была написана 4 года назад. И уже столько всего произошло, что стоит дополнить. Я надеюсь, что в новом году я все сделаю. Как раз вы уже упомянули книгу, я воспользуюсь этим для того, чтобы пропиарить свою. А там еще третий вопрос. Нет, мы на три ответили. Я вам дарю эту книжку 24 кадры правды про женские истории. Спасибо вам. У вас вполне женская история. Я желаю Анастасии Волочковой открыть ее школу. Тем более, что... А я открываю, что вы? Открыватель шел, чтобы их было очень много. Я открываю. И чтобы в будущем, наступающем году, она в меньшей степени была общественным деятелем, а в большей степени оставалась Анастасия Волочковой, потому что это бренд уже. Когда мы говорим Волочкову, мы что-то имеем в виду. Успехов вам, любви, счастья и минимум политических календарей. Ой, говорите. Спасибо большое. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok